Белый халат и рабочая лаборатория с необходимым оборудованием. Это, конечно, далеко не все, что требуется современному инженеру. Антон Мельников учится в аспирантуре Ивановского химико-технологического университета. Вместе со своим научным руководителем он трудится над модификацией вермикулита, твердой добавки, входящей в состав смазочных материалов. На этой лабораторной установке, определяющей износостойкие свойства, Антон уже несколько лет проводит опыты. Испытания проводятся следующим образом. Мы заливаем масло, то есть испытуемый материал. Сейчас я взял наш смазочный материал, разработанный в нашем университете. Заливаем в ванну до уровня. После чего мы опускаем каретку с неподвижным роликом. Включаем машину трения. Устанавливаем скорость. Включаем систему самописцев. И даем усилия. После опытов с материалом ученые отправляются в другой кабинет. Там техника более современная, а следовательно и дорогая. Здесь и идет непосредственная работа над изучением вермикулита. Недавно Антон вернулся с научной конференции из Москвы, где выступал с докладом о своих изысканиях. Модифицированный вермикулит имеет свойство сглаживать микро-шероховатости деталей, тем самым минимизируя коэффициент трения. Наша добавка является дешевой, экологически чистой. И как результат сравнения с синтетическими маслами где-то приблизительно на одном уровне по коэффициенту трения и по износу стойкости. Однако, по сравнению с синтетическими маслами, полусинтетическими маслами, наша добавка, смотри, наша композиция, она является дешевле от трех до пяти раз. Прежде чем приступить к изучению образцов материала под микроскопом, его нужно покрыть углеродом, чтобы увеличить его электропроводность. Затем вермикулит загружается в ячейку микроскопа, картинка выводится на экран, и ученый может исследовать гранулы интересующего минерала. В общей сложности, чтобы достичь заметных результатов в сфере смазочных материалов, Антону Мельникову понадобилось более четырех лет. Впервые вермикулитом нынешний аспирант заинтересовался на втором курсе бакалавриата. Сначала перед ним была небольшая задача. На уровне реферативной работы, на уровне студенческой научно-исследовательской работы, я его пригласил заниматься смазочными материалами, а в частности присадками и разработками добавок антифрикционных для улучшения надежности узлов трения. Нынешние разработки молодого ученого получат свое применение на практике. Уже сейчас аспирант договаривается о сотрудничестве с промышленными предприятиями, в том числе и ивановскими. По его словам, запатентованный смазочный материал позволит заметно снизить расходы заводов на электроэнергию на 10-15%. Для достижения высоких результатов аспирантам всегда выделяются командировочные деньги на поездки и участие в этих конкурсах и конференциях. Ну и повышается стипендиальный фонд лучших аспирантов. В дальнейших планах Антона защитить кандидатскую диссертацию и продолжать работу над усовершенствованием смазочной композиции. В перспективе совмещение научной деятельности с работой на предприятии. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.